То, что я говорил насчет старых видосов из прошлой жизни, как раз есть один видос интересный, обзор про Terms Cut Ray. В 2018 году это была супер такая новинка, там рестайлинг, новое оборудование, новый корпус, новое меню, новые возможности и так далее. И тогда я снимал обзор, и оказывается на старом канале Империи ВК он стрельнул относительно на 30 тысяч просмотров. Я решил оттуда немножко поднапиздить и залить уже свой новый Артур Сантехник. Поэтому, смотрите, это на самом деле прикольно, я реально снял тогда еще видео обзор. Кстати, мне сегодня подарили на охуитель тельнейшие трусы типа. С вами Гайна Артур, и сейчас март 2019 года. На данный момент у ProTerm, а именно ProTerms Cut, электрический котел, произошел в Рестайлинг. Стайль. Начнем с внешних изменений. Это, во-первых, самый главный логотип. Тут его немного искруглили вот в уголочке. Потом впадина, впадина на корпусе, вот на крышке точнее, вот такая вот тут. Ну, в принципе, это особо-то изменений никаких не дает, но да ладно. Так, потом манометр. Манометр теперь у нас лежит в задней стенке, вот такой маленький, еле заметный. Неудобно, к сожалению, неудобно. Далее, что у нас? Вот этот патрубок, ну, про патрубок я расскажу поподробнее потом, что это за патрубок такой. Это не аварийный, если что. Самое главное, это панель, панель управления. Она теперь точно такая же, как на модели ProTerm Pantera, газовый котел. Точно такой же, появилась, точнее, ну, появилась, да, кнопка вот нагрева горячей воды, питьевой во внешнем накопителе. Ну, собственно, как кто знает, видит то, что панель точно такая же. Так, сейчас снимем крышку, посмотрим, что там. А вот что у нас здесь. Изменение первое. Это плата управления теперь находится справа, раньше она была слева. А слева у нас теперь в легком доступе находится расширительный бачок. С клепсой такой для удобной замены, в случае чего. Бак стал больше, именно куда втенов помещаются. Так, далее. Сверху самое, что такое немаловажное, мы видим то, что установили автоматический воздухосбрасыватель. Раньше там был ручной с вентилем. Ну, так стрёмненько было туда лезть, подкручивать, потому что подходит кабель. И вот как раз тот патрубок. Вот вниз, вниз, вниз и вниз, и сюда выходит для спуска, автоматического спуска воздуха. Что ещё добавили? Такие, что-то вроде Динрейки. То есть сюда можно какое-нибудь оборудование дополнительное поместить. Мы поместили вот на нижнюю блок удалённого управления, зонд H1V. То есть, ну всё вместилось, отличненько, прямо как будто для него и создали. От него идёт антенка. Вот антенка вывели GSM на корпус, приклеили её к верхней части котла. Ещё, что немаловажное. Производители оборудования убрали с корпуса, точнее не то, что убрали, а не добавили или убрали, не продумали кнопку регулировки мощности, киловаттности котла. Теперь это делается только в сервисном меню. А инструкций по входу в это сервисное меню в открытом доступе нет. То есть это только может сертифицированный инженер или знающий секреты, так сказать, войти и изменить киловаттность. Там нужен специальный пароль, чтобы войти. Ну так сложновато, конечно. Ну на самом деле мне кажется, что это неудобно. Потому что у меня было много клиентов, которые на момент уезда с дачи делали меньше мощности. Когда приезжали на дачу или в дом, то делали больше, увеличивали мощность. Сейчас это сделать нельзя. То есть один раз ставишь и всё. Ну вообще, по-моему, это... Я не знаю, надо будет спросить у производителя, в чём идея. Вот. Но вообще это предельно неудобно на самом деле. Вот. Что дальше? Ну в принципе всё. Всё. Ну да. В принципе даже больше рассказать и нечего. Ничего в голову не приходит. Вот. Ну корпус насоса немного изменён. Автоматический, точнее аварийный клапан. Немного другой модели. Вот. Так. В принципе всё. Всем спасибо. С вами был Гайан Артур Натулевич, компания ImperialK. Это был видеообзор рестайлингового про термскат. Субтитры подогнал «Симон»